ЗВОНОК В ДВЕРЬ И так у вас сначала открывается правый глаз, правая рука тянется к будильнику, чтобы его отключить, а левая рука тянется к пульту от телевизора для того, чтобы включить утреннее шоу Автопилот. И именно в этот момент открывается левый глаз, вы бодры, веселы и улыбаетесь. Доброе утро, это шоу Автопилот, здесь Юлия Астахова. Сергей Гришнов, наконец-то у меня есть право голоса, друзья. Доброе утро, открывайте свои глазки и встречайте новый день вместе с программой Автопилот. Более того, мы сегодня и прямо сейчас не только встречаем новый день, но и провожаем первый месяц осени. А это, знаете ли, событие серьезное. Ты грустишь? Немного. Ну что ж, друзья, эта пятница начинается. Начинается она вместе с нами в прямом эфире на телеканале Саратов 24. Искренне рада вас всех приветствовать и давайте узнаем, что сегодня будет в программе. Смотрите в первом часе утреннего шоу Автопилот. Какой комплекс упражнений поможет укрепить верхний и нижний пресс? Зачем, по мнению малышей, дети ходят в школу? И как обойтись без интернета? Любопытнее всего будет, как отвечали горожане на вопрос, как обойтись без интернета. Ой, не только это любопытнее. Там будет еще много всего интересного. У нас тут целая папка новостей. Я, как всегда, беру с собой кейс, чтобы вас удивлять и моего соведущего. Это лишь малая часть того уровня подготовки, Юля, которая бывает каждое утро. Там еще чемодан за студией стоит. Друзья, сейчас выпуск новостей, после которого шоу Автопилот продолжится. Передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Далее программа Саратов сегодня. Ну а вы пока начинаете набирать нам смс-сообщения с поздравлением родных, близких с пятницей и с праздниками, которые случились в их жизни. Ну а также с пожеланиями доброго утра. Мы ждем вас здесь, никуда не уходим. Ну что, мы как договаривались, ждем вас здесь и наконец-то дождались. Друзья, доброе утро. Это программа Автопилот. Здесь Сергей Гришнов и Юля Астахова. Да, именно так нас и зовут. Надеемся, что это утро все-таки подарит вам несколько солнечных лучей. Надеемся, что ваши окна выходят как раз-таки на рассвет. Вы наслаждаетесь им сейчас, а рядом стоит телевизор, где включен Саратов 24. И вы еще лучики нашего солнца, света и тепла тоже чувствуете. Привет вам еще раз. Доброго утра, пятничная. Ну и предлагаем по традиции начать утро с зарядки. Давайте физически нагружаться, просыпаться. Впереди великие дела. Доброе утро, дорогие телезрители. Вы смотрите рубрику «Двигайся» и я ее ведущая Дана Рига и ваш личный фитнес-тренер на ближайшие 5 минут. Я отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы, которые вы присылаете на нашу почту о персональном тренинге. Итак, вопрос задает Татьяна. Татьяна спрашивает, не утрачу ли я женственность в результате занятий в тренажерном зале? И посоветуйте упражнение для красивого пресса и чтобы его не перекачать. Татьяна, женственность вы не утратите, конечно, занимаясь в тренажерном зале, потому что за наращивание мышц отвечает такой гормон, как тестостерон. У женщины он содержится в очень маленьком количестве процентном, поэтому перекачаться вы никак не можете. Вы можете только укрепить, прорельефить и сделать свое тело более красивым и подтянутым. Чтобы не перекачать мышцы пресса, не надо качать его ежедневно. Пресс – это точно такая же мышца, как и все остальные в нашем организме. И для него необходим период восстановления, необходимо время, когда он будет отдыхать. Достаточно двух-трех тренировок в неделю для пресса, чтобы он проявился и чтобы он был красивым. Также очень важно для красивого пресса, и это основная задача и основной способ сделать его идеальным – это соблюдение режима правильного питания. Пресс делается на кухне, но чтобы он был все-таки у вас подтянут и красивым, конечно, нужно делать упражнения. Сейчас я вам покажу очень простой комплекс, который вы можете делать как в зале, так и дома. Этот комплекс я делаю сама и всегда рекомендую делать своим ученикам. Поехали! Занимаем горизонтальное положение на любом удобном для вас коврике. Мы будем делать скручивания нон-стоп. То есть делаем несколько подходов один за другим, круг, и потом только отдыхаем. Первое упражнение – это элементарное скручивание, где вы отрываете от пола только лопатки, тянете себя мышцами пресса, ни в коем случае не тянете себя за голову. Не напрягаем шею, напрягаем только мышцы пресса. Когда вы сделали 20 подходов, 20 повторений, вы сразу же из этого положения переходите в упражнение «Велосипед». Делаете также 20 повторений. Сделали 20, сразу же из этого положения подъем ягодиц вверх, выталкиваем вверх, скручиваем опять-таки нижний пресс. Сделали 20 повторений также, отдыхаем. Отдыхаем 2-3 минуты и заново делаем круг. Итак, три подхода. Вот этого комплекса упражнений вам будет достаточно, чтобы содержать мышцы пресса в тонусе и хорошей форме. И на этом у нас все. Напоминаю, что вы смотрели рубрику «Двигайся». Не забывайте присылать свои вопросы на нашу электронную почту. И помните, что в здоровом теле – здоровый дух. Ну вот, все решено. Покачали пресс, все выходные ходим с остальным прессом, красивый, симпатичный и подтянутый. Тем более, что нас успокоили, что пресс каждый день качать не нужно. Вот, спасибо, люблю. Самые лентяи зафиксировали этот момент. Это прям вот специально для меня, мне кажется, была такая пометочка. Ну, у каждого… Скажите, что не обязательно качаться всю жизнь, можно один раз перекачаться и все. Идеальная зарядка – это же вообще индивидуальный такой термин. Для кого-то достаточно просто голову подвигать от плеча к плечу, кому-то нужна самая настоящая тренировка. Самое главное, друзья, к чему? Слушайте себя и свое сердце. Вот, а еще слушайте наши новости, которые мы вам рассказываем. Друзья, сейчас мы будем представлять вам несколько интересных событий, которые хотим с вами обсудить. Ну и начнем. В начале октября в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина пройдет уже седьмой фестиваль науки. Ну, подобный фестиваль проходит уже в седьмой раз, как вы поняли. Это мероприятие будет ежегодным, и вот проходит оно осенью во многих городах России. В Саратове фестивальное движение традиционно поддерживает Гагаринский вуз. На основной площадке для проведения мероприятия станет территория учебного городка. И с ГТУ в дни фестиваля ее посетят тысячи школьников, учащихся студентов и жителей Саратова и всей нашей области. Поедете ли вы на фестиваль науки? Что вы хотите там увидеть? Каких удивляшек вы хотите там, в общем-то, найти для себя? Об этом во всем напишите нам на смс-портал, будет любопытно услышать ваше мнение. Ну и вообще мы призываем вас, друзья, заходите к нам в группу ВКонтакте, оставляйте там ваше послание. Если что-то кому-то нужно передать прямо сейчас, мы это сделаем с удовольствием. А сейчас предлагаем вам посмотреть гороскоп Мария Белат уже со свежим астрологическим прогнозом в эфире. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат, и я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдется свое решение. А теперь о том, что же ждет нас сегодня. Овин. Проведите вечер этого дня в компании ваших друзей. Вы останетесь довольны. Телец. Ваши решительные действия могут принести вред вашему окружению. Действуйте более мягко. Близнецы. Серьезное отношение к деньгам может помочь вам отложить немного про запас. Рак. Хотя у вас будет достаточно денежных средств, постарайтесь воздержаться от крупных покупок. Лев. Ваши дипломатические способности помогут вам выкручиваться из сложных ситуаций. Дева. Колебания и нерешительность могут добавить волнений в ваш сегодняшний день. Весы. Хороший день для шопинга. Удачных покупок. Скорпион. Не предпринимайте авантюрных шагов и не спешите с выводами. Стрелец. Сегодня вы можете разочароваться в ваших близких или знакомых вам людях. Козирог. Сложный и эмоциональный день помогут скрасить встречи с близкими вам людьми. Водолей. Чрезмерная самоуверенность может выйти вам боком и стоить потери авторитета. Рыбы. Не принимайте решения на бегу. Сделайте паузу и все тщательно обдумайте. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Спасибо большое, Мария Белат. Теперь ваш день точно сложится как по нотам. Проиграйте весь этот день. Но не в смысле останьтесь в минусе, а в смысле как по нотам проиграйте его. Ну и запоминайте почту нашего астропсихолога. Астропсихолога mbelat.ru. Направляйте туда свои вопросы. И ведь вы знаете, что в каждой программе Мария Белат на них с удовольствием отвечает. Ну а сейчас движемся далее и вновь о событиях, которые пройдут в нашем городе. В субботу, 1 октября в 11.00 на стадионе «Динамо» начнется день открытых дверей саратовского спорта. Это масштабная площадка для профессиональных и начинающих спортсменов. Так что, Сереж, ты тоже можешь пройти. А также те, кто думает о своем здоровье и ведет активный образ жизни. Это уже про меня. Отмечают организаторы управления физической культуры спорта администрации Саратова. Откроется данное мероприятие красочными, показательными выступлениями парашютистов. Да ты что? Да, так что ты смело можешь туда пойти. Упасть. Хотя бы полюбоваться на парашютистов. Ты смело можешь упасть на стадион. Да. Также в программе презентация муниципальных и областных учреждений и спортивной направленности. Это детско-юношеские спортивные школы, спортивные клубы и крупные спортивные объекты. Но, друзья, предлагаем вам также обсудить эту новость. Стоит или не стоит проводить подобные мероприятия в нашей области? Является ли это действительно поводом популяризовать спорт? Спорт. Спасибо, Юр. Да, конечно. Или все-таки это уже такая история ушедшая? Наш фитнес-тренер сказал в здоровом теле, здоровый дух, как заставить тело быть здоровым, заниматься спортом. Это уже давно известный факт. Ну и хотим с вами поделиться еще одной небольшой информацией. Она касается нашей передачи, которая выйдет совсем скоро. Именно сегодня в 15.20. И называется эта передача «Прямая речь». Бесплатный гид по области разработают студенты саратовских вузов. Вот как раз-таки эту тему и будут обсуждать в нашей программе. Актуальные активные маршруты можно будет загрузить через специальное приложение «Смартфон». Но вот как добраться до популярных туристических мест, решить эту проблему пока не могут даже родители, путешественники и сами студенты. Друзья, ну а гостем студии станет руководитель Приволжской железной дороги, который, может быть, как раз-таки и подскажет, каким же образом решить транспортные проблемы во время туристических приключений ваших. Смотрите программу «Прямая речь» сегодня в 15.20. А еще сегодня день интернета в России. Такой вот замечательный праздник. Да, все любители интернета. Мы вас поздравляем от всей души. Друзья, доброе утро. Посмотрели уже ленту Инстаграма, ВКонтакте, все сообщения прочли? Тогда вам бегом в Фейсбук. Хотя нет, отложите Фейсбук на время. Лучше скачайте... Так, марафон по соцсетям. Да, лучше скачайте мобильное приложение «Саратов-24» в Google Play или App Store. Ну а для того, чтобы поговорить о том, как стать знаменитым в интернете, мы позвали девушку, которая находится, если не ошибаюсь, на второй строчке саратовского рейтинга Инстаграма. И у которой проходят даже в Москве встречи со своими поклонниками. У нас сегодня в гостях будет видеоблогер, ведущая и корреспондент мусульманского телеканала Нур-ТВ Айдан Мамедова. Девушка придет к нам во втором часе программы. И если у вас есть вопросы, вы как раз начинающий блогер или вообще хотите просто прославить свою страничку, например, в Инстаграм, то смело пишите свои вопросы, она на них ответит. Ну что ж, теперь «Говорят дети» – это рубрика, в которой обычно говорят дети. «Говорят дети» – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, зачем дети ходят в школу. Чтобы они поняли буквы, учили, чтобы они все знали, чтобы учиться. Занимаются уроками и делают домашние задания. Мы тоже в садике делаем поделки, чтобы учиться. Занимаются контрольной. Занимаются контрольной. Чтобы учиться. Ну, читать. И в садике учиться в том году читать. И суеты, угольники, и всякие задания. Всякими подделками. Чтобы все знать. Чтобы получать знания. Чтобы набираться там знаний, быть умными и считать деньги, когда ходишь в магазин. Учатся буквами. Читают. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участниками нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mail-sobaka-saratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Утро доброе. Такой оптимист рядом со мной. Ждете ли вы весну так же, как и я? Пишите нам об этом на смс-портал. Звоните к нам в прямой эфир. Ну и вообще, давайте с вами поговорим. Но для начала, вот мы с вами обсуждаем новости, которые звучали в предыдущем блоке. Это были новости, которые касались... Чего, Юль? Важнейших событий нашего города. Да. Сейчас переходим к событиям, друзья. К одним у пожилого человека на выставочной площадке «Атриум» откроется экспозиция картин, написанных юными пенсионерками. Художники-любители представят более 50 своих работ, выполненных в технике акварель, гуашь, чтобы ты знал, и масляной живописи. Армянские мотивы, волжские пейзажи, натюрморты и цветы, картины природы – все это нашло свое воплощение на холстах художниц. Посмотреть работы авторов и зарядиться их радостным взглядом на жизнь можно с 3 по 13 октября на территории выставочной площадки «Атриум». Где эта площадка находится, мы вам сейчас разъясним. На улице Мичурина, 166 дробь 168, на третьем этаже. И важно знать, что торжественное открытие выставки состоится 3 октября в 19.00. Вход свободный. И, друзья, вот если вы обычно думаете о том, что на подобные выставки приглашают только там... Бамонт. Бамонт. Сливки Саратов. Бэйри импотипл персонал. Нет, друзья, ни разу приходите, пожалуйста, и вы. На открытиях обычно очень весело. Могут выступать и сами художники. Можно угоститься на фуршете. И потом смотришь на картину и не просто смотришь, а еще можешь узнать, как все это рисовалось, какой техники и так далее. Дайте шанс художественным пространствам нашего города все-таки жить полноценной жизнью. Ну что ж, а мы двигаемся далее. И наше следующее событие, которым хотим с вами поделиться, вот о чем. В Саратове 1 октября состоится фестиваль национальных культур «Золотая осень». Мероприятие пройдет в 13 часов в национальной деревне данный фестиваль традиционно уже подводит итоги экскурсионного сезона каждый год. Когда ты была в последний раз в национальной деревне? Недавно, в мае. Вот, молодец. В мае это недавно. Буквально. Основа концертной программы традиционно составляет выступления представителей народов Саратовской области. Вот такая вот история, друзья. Ах, вот так. Да? Ну а что? Ну и о концертах давайте продолжим еще немножко. 30 сентября, ну то бишь вот. Сегодня. Right here, right now. Наш английский, вот если бы слышали наши учителя, все. А я специально дразню ее. Вызываешь на дискуссии. 30 октября концертный оркестр духовых инструментов «Волга Бэн» приглашает на программу «Звезда по имени Солнце». Прозвучат хиты русского рока солистка Ирина Левина, которая была у нас в студии и рассказала нам, как петь правильно. Прекрасный голос. Слушайте, ну он стоит сходить, хотя бы просто для того, чтобы услышать вокал этой потрясающей женщины. Поет она так, что стекло трясется. Ух ты. Сколько мы вам перечислили событий, друзья, обязательно давайте куда-нибудь идите, а потом в понедельник все это обсудим здесь, в нашей студии. Да, вы в принципе уже сегодня можете обсудить, если напишите нам смс-сообщение или позвоните в прямой эфир. Ну а сейчас Илья Соколов расскажет, куда же сходить вместе со своими родителями. Как маленькому малышу схватить за руку родителей и отвезти на мероприятие, понимает каждый малыш сам. А вот на какое мероприятие сходить, сейчас Илья расскажет. Всем привет, с вами Илья Соколов и это рубрика «Афиша». Каждый день ребятам нужно ходить в школу, а родителям на работу. Я точно знаю, что вы ждете выходных так же сильно, как и я, потому что можно будет с утра до вечера отдыхать и веселиться. Сейчас я вам расскажу о том, где можно повеселиться всей семьей в эти выходные. Каникулы в школе уже давно закончились. Но это не повод для грусти, потому что мы снова можем ходить в театры, которые летом не работают. Так много любимых и новых спектаклей можно увидеть в Саратове. Например, можно сходить в театр кукол «Теремок» и посмотреть на сказку «Братьев Гримм» «Бременский музыкант». Это история о том, как веселые трубадуры путешествуют вместе со своими друзьями – котом, псом, петухом и ослом. Они идут по дороге навстречу приключениям и поют песни. Посмотреть на красивых кукол и послушать музыку будет интересно и детям, и родителям. Путешествовать по миру, встречать разных животных, сражаться – все это могут пираты. А вы хотите стать участником такого приключения? Тогда отправляйтесь на аттракцион логова зоопиратов. Вам придется быть смелым, разгадать загадки и пройти испытания капитана Джека. А помогут вам в этом пираты-обезьянки и таинственные рептилии. Торопитесь, приключения уже ждут вас. Вы верьте в ушебство? Конечно, феи-волшебники бывают только в сказках. Но есть люди, которые своими руками могут создавать магию. Это фокусники. У нас в городе тоже есть театр магии фокусов. Он называется «Самокат». На шоу «Стим Салабим» фокусники показывают необыкновенные трюки. Они могут достать кролика из шляпы, познакомить вас с говорящей куклой и многое другое. Приготовьтесь и удивляться и зовите своих родителей. Ведь взрослые тоже хотят верить в чудеса. Просто волшебные выходные ждут нас на этой неделе. Отправиться на встречу с приключениями или увидеть чудеса. В Саратове можете что угодно. А я с вами прощаюсь. До следующей недели. И говорю вам пока-пока. Ну что ж, спасибо большое Илье Соколову за представленную информацию. Осталось только теперь схватить родителей и бежать на мероприятие. Детки, я к вам сейчас обращаюсь. Ну-ка, на культурные мероприятия. Бегом. Судя по предыдущему обзору, выходные выдадут сожатки. И причем это не Болтухин заявил, а наш обозреватель свет. А я думал, скажешь, это моя сведущая Юлия Астахова. Друзья, двигаемся далее. Рубрика Зоу Спасова. У меня здесь есть информация, что кошечка Стеша ищет хозяина. Если вы не знали об этом, то знайте, друзья. Почему у этих кошек всегда такие красивые фотографии? Ну потому что вот эта презентация самих себя. Кошечка спокойная, добрая, с необычной окраской, будет дарить вам свою любовь и тепло. Друзья, сделайте Стешу частью своей семьи, и она замурлычет от счастья. У наших кошечек есть не только фотографии классные, но и вот такие вот замечательные девизы. Ну и еще есть орхидея, и еще есть прививки, еще есть хорошие манеры, отличные привычки, которые точно не дадут вам соскучиться, и никаких хлопот вам тоже не принесут. Звоните к нам в студию или в организацию Зоу Спас. Ребята, волонтеры подскажут вам, где кошечку найти, как за ней ухаживать, чем ее кормить. В общем, чем могут, тем помогут. 60-20-44 – это телефон волонтерского движения Зоу Спас. Ну а сейчас, друзья, полезные советы. Узнаем, как оказать первую помощь при ожогах. В нашей рубрике «Полезные советы» мы даем вам практические рекомендации, которые помогут вам в повседневной жизни. Сегодня у нас серьезная тема. Если кто-то рядом с вами попал в беду, пострадал или получил повреждение, то важно уметь оказать ему первую медицинскую помощь. Сегодня мы рассказываем вам, как оказать первую медицинскую помощь при ожогах. Ожоги – это травмы, которые пациент наш получает в результате воздействия высоких температур на кожные покровы и более глубинные структуры нашего организма. По степени ожоги различаются от первой степени до четвертой. Первая – это легкая степень ожога. Проявляться она будет просто гиперемией кожных покровов. Вторая степень – на фоне гиперемии будут появляться у нас пузыри и волдыри. Третья степень – это уже будет некроз поверхностных тканей. Это кожа подкожной, клетчатки и верхнего слоя мышц. И четвертая степень – когда некроз у нас, то есть отмирание мышц, отмирание структур кожи, мышц до кости может происходить. Естественно, четвертая степень – это самая тяжелая степень ожога. Как оказать помощь таким пациентам? Необходимо взять стерильную салфетку, либо сухую, либо смочить ее в растворе фурцелина или на вокаина, наложить на место ожога, взять бинт или лейкопластыр и зафиксировать нашу повязочку несколькими турами бинта, либо полосками пластыря. Вы по-прежнему смотрите, друзья, программу «Автопилот». Мы желаем вам доброго утра. В студии позвольте представиться Сергей Гришнов, Юлия Астахова и надеемся, что это утро вы начинаете с улыбки, с подрежьей чашечки ароматного кофе, ну и с хорошего настроения. Если смотрите «Автопилот», то вот это вам все гарантировано. Единственное, кофе мы не приносим в постель. Ну уж напрягите кого-нибудь сами, пожалуйста. Друзья, ну мы сегодня отвечаем «День интернета». Сегодня к нам придет видеоблогер в гости в следующем часе. Ну а пока готовы заглянуть в Инстаграм, посмотреть на очень красивые фотографии. Подборка специально от программы «Автопилот». Внимание. Вот, друзья, мы решили сосредоточиться на таких вот зарисовочках осеннего Саратова. Причем для хорошей погоды, вот такая, как сегодня. Ну ты помнишь, да, за сентябрь один день такой был? Вот посчастливилось к моте с фотографией. Неважно, хотя бы столько. Это водоемы Саратова. Ты посмотри-ка, какие они красивые. Слушайте, каким нужно быть талантливым фотографом, чтобы сделать такой замечательный картофель. Я в шоке. А это что-то похоже на утес Степана Разина. Я, кстати, даже не исключаю, что это он и есть. Ну, мы с тобой можем это позднее уточнить, но картина безумно красивая. Слушайте, ну на самом деле спасибо большое, не знаю кому, за то, что в Саратове столько классной воды. Чтобы мы... А, ну да, это, наверное, пожалуй, самое природное. Спасибо всем фотографам, которые выкладывают фотографии с хэштегом Саратов24. И у нас есть уникальная возможность проследить хронику нашего города. И, в общем-то, что-то интересное для себя забрать, изъять и потом в эфире показать. И поставить, может быть, на аватарку. Друзья, мы вас призываем активно выкладывать свои фотографии с хэштегом Саратов24. С удовольствием покажем их всей Саратовской области. И, кстати, дорогие наши телезрители из Балакова, Маркса, Вольска, забыл все остальные... Татьяна, переню. Да, вот. А ты-то тоже присылайте свои фотографии, нам очень интересно узнать, что происходит у вас. Ну, а сейчас такая городская зарисовочка. Обычно на Саратов мы смотрим прямолинейно, из окна автобуса или из окна своего автомобиля. Но если выйти из машины, зайти в какой-нибудь укромный уголочек, то увидишь весь колорит нашего города. Сейчас его вам представим. Ну что, друзья? Это вот самые настоящие шлепанцы. Налабута. Написано, что это мужские шлепанцы. По факту они, в общем-то, являются женские. И вот написано, что можно кредит оформить. Или рассрочку. Ну а что? Это не дешево. Это совершенно не дешево. Просто хайс-сайти. Меня больше смещают женские и мужские. Путаница небольшая. А то есть цена тебя устраивает абсолютно? Я как-то не обратила на нее пока внимания. Потом это вторым этапом будет. Кредит. Ну почему бы и нет? Хочешь один сланец в гряде? Ну это на сколько надо? На пять лет ждать самый большой срок. Окей. Друзья, если у вас тоже есть такие любопытные заметочки, которыми вы готовы поделиться, непременно скидывайте их нам на страничку ВКонтакте, на электронную почту, ну или просто отмечайте хэштег «Саратова24», и мы непременно найдем эту самую видеозапись или фотографию и представим ее на суд всей широкой общественности. Будем лайкать. Ну а мы продолжаем делиться с вами интересными событиями и новостями, которые происходят на территории Саратова, да и не только. И вот знаете, сейчас об одном очень важном городском событии хотелось бы с вами поговорить. Казалось бы, еще только вот недавно открывалась ТАО-галерея. Это торгово-развлекательный центр, который находится... Один из самых любимых в нашем городе. Просто место притяжения всех жителей Ленинского района. Да там вечно какие-то движухи, то праздники, то мастер-классы. Открытие магазина, в ресторану. Я уже не представляю, как мы без этого места вообще будем жить. А какая парковка? В два этажа? Я иногда просто... Это специально для меня. Я, прежде чем в какой-то торговый центр приехать, у меня проблема с парковкой, а в ТАО никаких проблем. Ну, в общем, друзья, одним словом, уже совсем скоро завтра ТАО-галерея распахнет свои двери абсолютно для всех, для того, чтобы отметить всем дружно первый год существования в нашем городе этой чудесной галереи. Телеканал «Саратов-24» будет на празднике и представлен в первую очередь в лице ведущих Сергей Гришнов, Юлия Астахова, к вашим услугам. Завтра увидимся на празднике. Еще вся наша команда, наши корреспонденты. И, ну, я думаю, что мы всем каналам пойдем отмечать праздник. Ну, а Маша Карманова уже пошла отмечать праздник и расспрашивать создателей ТАО-галереи все-все-все подробности относительно того, как пришла идея, что нового ждать. В общем, друзья, все подробности у Марии Кармановой. Маша, привет, тебе слово. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Зинаида Михайловна. Зинаида Михайловна, во-первых, хочу поздравить с наступающей годовщиной. И мой первый вопрос, конечно, будет об об уровне этого проекта. Как проект родился и кто изначально был соорганизатором? Ведь проект для города очень масштабный. ТАО на сегодняшний день является самым большим торговым центром в нашем городе. Инициатором была корпорация ТДС. И мы делали все это для того, чтобы сделать большой подарок городу, строили его. Потому что мы его строили не просто торговый центр, как сейчас очень много строят коробок. Мы его сразу задумали о том, чтобы он был интересен горожанам. Мы говорили сразу о том, что мы хотим создать проект, чтобы кусочек Европы был в городе Саратове. Поэтому, когда мы строили, мы уже сразу же делали территорию для того, чтобы было к нему подъехать. К нашему ТАО было приятно пройтись около него, чтобы была территория, которая заслуживает внимания и уважения наших посетителей. Мы считаем, что у нас это получилось. И сегодня отзывы, которые приходят к нам на сайт, отзывы, которые у нас есть в Инстаграме, мы получаем обратную связь. И она нас удовлетворяет. Саратов принял этот проект. Саратову он понравился. И наша задача состоит сейчас в том, чтобы, пройдя вот уже у нас юбилей, 1 октября будет год, чтобы в дальнейшем мы делали проект, чтобы постоянно его совершенствовали и делали его еще лучше. Чтобы масштаб только увеличился. Да, такой масштаб, чтобы он увеличился. Поэтому сегодня уже мы объявили конкурс на территорию, которую между ТАО и Мивилю. Территория релаксов. Мы делали всероссийский конкурс, в котором будут принимать участие юные архитекторы всей нашей страны. И уже такие вот есть с компанией ДАЭР для того, чтобы территорию мы тоже сделали маленькой Европой. Чтобы она радовала наших горожан. И она приносила удовольствие от увиденного и времяпривождения уже в этой территории. Поэтому мы начинаем уже второй проект. И считаем, что это очень важно. Мы сразу заявляли о том, что эту территорию мы будем менять. И будет в ней три этапа. Вот это как раз второй этап. Да, вот это начинается второй этап. То есть здесь можно сказать, что вы в духе развития города. У нас сейчас Саратов очень сильно меняется. И привлекает новые теории, которые реализуют на практике урбанистику. И здесь ТАУ, наверное, тоже в основной струе. Ну, во-первых, мы сами горожане. И мы считаем, что Саратов достоин стать одним из лучших городов по Волжье. У нас для этого есть Волга, которая украшает, естественно, Саратов. У нас для этого есть наши исторические здания в городе Саратове. Мы заинтересованы, чтобы именно Ленинский район не отставал от центра города. И вот свой вклад мы вносим для того, чтобы улучшать и качество жизни в городе. И чтобы наша территория, она соответствовала тому, что сегодня намечается делать в городе Саратове. Но ведь исторически это тоже такое намоленное, скажем так, место, с которым связаны традиции торговых отношений у нас в городе. Это, с одной стороны, транспортный узел, с другой стороны, вот как раз исторически сложившееся такое место. Как учитывали историю этого места при создании вашего проекта? Ну, я думаю, что это, во-первых, когда в первую очередь это учитывалось, потому что мы знали о том, что это место, которое любят наши горожане. И перед нами, конечно, была очень большая ответственность, чтобы со строительством нового торгового комплекса, торгового развлекательного комплекса, это место еще как бы сделать синергетический эффект, усилить это место. И я думаю, что у нас это получилось не сегодня. Потому что сегодня ТАО – это самая посещаемая площадка в городе. И считаем, что у нас это получилось. Но мы не планируем останавливаться. У нас очень большие впереди планы для того, чтобы эту площадку улучшать, улучшать и улучшать. Вы регулярно проводите на этой площадке праздники. И это тоже, наверное, одна из частей концепции развития ТАО. Почему такое внимание развлекательной жизни уделяете? Ну, это у нас, во-первых, торгово-развлекательный комплекс. И у нас площадь где-то около 15% наодана под фудкорты и развлечения. Сегодня это такой очень высокий показатель в торговых комплексах в России. И к этому стремятся даже уже те торговые центры, которые открывались давно. И понимают о том, что сегодня немножко крен идет в сторону развлечения и времяпровождения. И это нужно делать. Мы это учли, когда уже строили ТАО. Я думаю, мы когда входим внутрь, мы входим уже в такой определенный мир, где очень хорошо дышится, где мы создали большие пространства. Потому что мы не пошли по пути, чтобы из всего сделать торговые площади. А мы уже сразу его строили как торгово-развлекательный. Поэтому мы этому удивляем очень серьезное внимание. И считаем, что мы на правильном пути. И сегодня многие торговые комплексы подтягиваются к этому. Мы сразу же сделали на втором этаже площадку для того, чтобы именно проводить все эти мероприятия. И считаем, что это абсолютно правильно сделали, что мы правильно поступили и не на правильном пути. Отзывы, которые вы получаете о своей деятельности. Вы уже упомянули о том, что у вас достаточно тесное взаимоотношение с вашими посетителями. И вы собираете отзывы посредством соцсетей в том числе. Вот какой самый лестный отзыв за это время вы получили? Какая самая такая достойная оценка вашего труда? Ну вы знаете, когда ты читаешь, что ура, мы в ТАУ. Мы здесь встречаемся. То, что мы и хотели, что это должно быть место встречи. И мы считаем о том, что люди хотят сюда приехать, о том, что люди лояльны к ТАУ. И люди хотят проводить здесь время. Это самый хороший отзыв. А люди здесь хотят проводить время. Это самое лучшее, что мы получаем. Чем будете радовать ваших гостей 1 октября в день рождения ТАУ-галереи? Я думаю, мы уже вывесили на сайте везде то, что мы будем, как мы будем проходить. Хорошим настроением будем радовать. Мы будем очень рады нашим посетителям. И считаем, что у нас 1 октября должен открыться батутный центр. Самый большой в Саратове. Это тоже будет подарок нашим посетителям и нашим гостям. И считаем, что день мы проведем вместе. Мы приглашаем наших посетителей к нам. Мы будем рады их очень видеть. И мы все сделаем для того, чтобы у них было прекрасное настроение на этой площадке. Спасибо вам большое. 1 октября встречаемся в ТАУ. Уже договорились. Спасибо большое. Коллеги, вам слово. Спасибо большое Марии Кармановой за это подробное интервью. Действительно, Михаил Самсоновый. Да, задача ясна. Встречаемся в ТАУ, друзья. Будем отмечать день рождения. В общем-то, программа будет с 10 часов утра. На весь день практически у вас будет время посетить все сюрпризы. А в финале будет торт. Ты уже приготовилась? Да, потому что, на самом деле, день рождения – это всегда очень светлый и приятный праздник. Ну и, друзья, мы напомним, что телеканал «Саратов-24» тоже будет присутствовать на празднике практически всем составом. И мы с Сережей будем вести этот праздник. Очень ждем абсолютно каждого. Да, друзья, приходите обязательно, проведем отлично время в ТАУ-галерее. Ну что ж, к интервью, кстати, Марии Кармановой вместе с учредителем ТАУ-галерей мы вернемся во втором блоке, во втором часе. И сразу после новостей у нас будет еще один гость в нашем эфире. Сегодня день интернета. Самый настоящий блогер Айдан Мамедова, ведущий и корреспондент мусульманского телеканала НУР-ТВ, придет к нам сюда, расскажет о своей деятельности. И расскажет о том, как правильно вести видеоблог. Будем допрашивать ее, в общем, по всем фронтам. Но у нас тоже есть один видеоблог, который называется «Саратов сегодня». Это настоящий выпуск новостей, и в нем как раз-таки собраны все сюжеты и все важные события, которые происходили в нашем городе за последнее время. Смотрите не отрываясь, после чего мы к вам обязательно вернемся. Утреннее шоу «Автопилот» в прямом эфире на телеканале «Саратов-24». Доброе утро, любимый Саратов и вся Саратовская область. Наверняка кто-то смотрит сейчас это шоу, используя интернет. Ну а сегодня, Всемирный день интернета, и мы решили об этом поговорить. Ну и не только об этом, о том, как стать известным видеоблогером. Естественно, с видеоблогером. Айдан Мамедова у нас в гостях уже расположилась на желтых диванах вместе с Юлией Астаховой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Айдан, рассказывай, как и с чего начинается твое утро? С выхода в интернет или все-таки классические? С чашечкой кофе, чая и с яичницей, например? Я думаю, как и у большого процента нашего населения, мое утро начинается с того, что я захожу, открываю глаза, продираю, открываю Инстаграм, открываю Ютуб, чтобы посмотреть, что нового. Потом все остальные соцсети, а только потом уже кофе и все остальное. Как появилась идея создания собственного блога? Ну, началось все, на самом деле, с письменного блога. Я начала писать письменные блоги как раз вот о том, что меня волнует, о том, что я хочу донести этому миру. И я поняла, что, ну, вот контента, начнем с того, что вокруг мусульманок очень много таинственности, очень много неотвеченных вопросов. И очень много стереотипов. Да, огромное количество. И ответов практически нет, только если человек целенаправленно зайдет и там в интернете забьет. А вот так, чтобы прям в свободном доступе, вот человек гулял по интернету раз, у него выскочило там сбоку так пять мифов о замужестве мусульманок. И он такой, ну, куда я посмотрю, что за мифы там и что о них. Именно вот тогда я поняла, что такого нет и надо что-то менять, надо ломать эти стереотипы и начать надо как раз с себя. И я подумала, что что я могу дать. Письменные блоги, в них все равно все эмоции не передашь, как вот на картинке, на аудио. Поэтому я вот тогда собрала волю в кулак и решила, что надо сделать YouTube-блог, страничку. И так, в принципе, изродилась моя идея создания. Про что была первая видеозапись? Про что был первый блог? Так, первый блог у меня был один день из моей жизни. То есть я рассказала о том, как я вот провожу свой один рабочий день. Как раз в этот день у меня тоже вот были съемки, я тоже веду в Саратове передачу. И вот я показала, то есть как я там, то есть абсолютно обычный день мой, но он такой тоже вызвал интерес, потому что все думали, наверное, что обычный день мусульманки, это она угрюмо просыпается, садится, замешивает тесто, печет пирожочки, потом у нее приходят дети, то есть абсолютно все скучно, угрюмо, а тут раз и такое прям буйство красок и буйство действия. Насыщенная жизнь. Да, 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 да. Вот, и вот с этого как раз и началось прям ломание стереотипа, даже тогда, когда я абсолютно никаких усилий не прилагала, а просто рассказала, как я живу. Айдан, а кто твой зритель? Вот, опиши. Вообще, изначально, когда я создавала блог, я думала о том, что мой зритель – это девушка. Преимущественно, почему-то я представляла, что девушка. Не мусульманка, то есть это другой конфессии представительницы, или же вообще там бывают атеисты. Такого достаточно сознательного возраста, это когда можно отделить зерна от плевел, то есть где-то лет 20, может быть, 22, которая интересуется другой культурой и которая открыта для информации. То есть люди есть, которые ставят блоки и вообще не хотят воспринимать никакую новую информацию. И, собственно, вот недавно у меня была встреча в Москве. Я не люблю называть фан-встречи, потому что вот это слово фан мне очень не нравится. Оно как-то неоправданно завышает одного человека и неоправданно занижает других людей. Вторую букву с «А» на «У» измени. И получается такая встреча в удовольствии. Да, то есть, да-да-да, скажем так, вот у меня была как раз встреча в удовольствии, и я убедилась, что вот те, кого я представляла, по сути, те и пришли. Вот 90% пришли девушки как раз в возрасте где-то от 20 лет и не мусульманки. То есть там мусульманок было 10%, 90% были не мусульманки. И поняла, что да, действительно, вот он мой зритель. Я правильно себя представляла. И, в общем, вот так я узнала, потом увидела воочию своего зрителя. Какие вопросы задают? Есть ли какие-то предпочтения у твоих зрителей, что они хотят в дальнейшем видеть от тебя? Они хотят видеть вот все, что... Вот у них полно вопросов возникает на самом деле. Мне кажется, что эти видео никогда не закончатся, потому что начиная от того, почему мусульманки не красят ногти и можно ли им это делать, заканчивая тем, перед кем можно ходить в платке, перед кем нельзя ходить. То есть там абсолютно разные вопросы. Кому-то интересно, как проходят у нас свадьбы, кому-то интересно, как семейная жизнь протекает у мусульман, кому-то интересно, как одеваются, как подбирают одежду, как ухаживают за кожей. То есть там, да, огромное количество заявок всяких разных. Хотят разное, хотят много. И я стараюсь, по мере своей возможности, вот выдавать им ответы на вопросы их. Говорят, чтобы добиться успеха, нужно выбрать себе не то чтобы даже цель, а какого-то человека и равняться на него. Согласна ли ты с этим утверждением? И есть ли какие-то блогеры, которые являются для тебя примером? Ну, я считаю, что, да, вот не надо изобретать велосипед. Уже есть многое, что до нас изобрели. Можно брать от них какие-то полезные вещи и привносить свое. И тогда будет у тебя свой оригинальный контент. Я, на самом деле, смотрела разных видеоблогеров еще до того, как я сама начала снимать. Я смотрела англоязычного блогера. Она тоже мусульманка. Но у нее больше видео были как раз о красоте, как сделать макияж, как там подобрать одежду, как завязать платок. А я понимала, что для наших российских реалий это немножко не то. Тут, по идее, люди не готовы пока видеть мусульманку. Это следующий уровень. Да, да. То есть они хотят еще... У них полно вопросов неотвеченных. Я поняла, что вот, я могу взять ее идею там, ведение блога, но при этом я привношу свое, исходя из наших российских реалий. Из русскоязычных блогеров я тоже смотрю девочек. В основном, рельгийная доля, это как раз девочки, которые вообще к исламу никакого отношения не имеют. Но мне нравится, например, как кто-то монтирует, как кто-то подает информацию, как кто-то ведет себя или как кто-то выбирает темы. И понемножку я от каждого как бы в себя впитываю. Это, например, Мария Новосад, девочка, которая живет в Питере. Мне нравится, она ежедневно снимает блоги. Я просто, она для меня герой, как можно ежедневно это делать. То есть она ежедневно снимает, и мне нравится, как она просто подает информацию, и мне нравится, как она ведет именно ходячие блоги, то есть когда она где-то бывает. Потому что у меня вот с этим хромает. Болтушки у меня набирают... Болтушки это когда я сижу перед камерой и вот разговариваю. Они у меня набирают больше просмотров, нежели такие ходячие блоги. Может быть, потому что у меня идея другая, посыл другой, и люди хотят больше узнать, нежели посмотреть, как я путешествую или живу. Вот, то есть, да, действительно, я смотрю разных блогеров, и иногда просто даже открываю YouTube, и он мне что рекомендует, я то смотрю. Я готова любых посмотреть, и у меня нет таких прям, что, а, вот они не мусульмане, я их смотреть не буду. Даже иногда бывает, они ругаются матом, но я смотрю чисто потому, что хочу проследить, как они вот подают. Мне кажется, ты одна из немногих, которые осознанно и осмысленно смотрят ролики на YouTube. Да, причем такой серьезный аналитик, да, сначала. Обычно вы как, ммм, там, уберут и уберут ролик, посмотрим какой-нибудь. Да, что-то вообще такое смешное. Там, про фуру, про кандибобер. Лишенные логики напрочь, но и... Да, главное, чтобы повеселиться. Ой, да, прям все осмысленно проследить логику драматургии и хронологии. Я уверен, что какое-то количество подписчиков в YouTube прям вот сидят и нарочно пишут негативные отзывы. Ну и так появляется армия каких-то хейтеров и людей, которые просто, ну, хотят написать какие-то нелестные отзывы. Как ты реагируешь на такую критику? Я абсолютно спокойно реагирую на критику. У меня выработался иммунитет еще задолго до того, как я начинала снимать блоги, потому что здесь, в Саратове, достаточно активную общественную жизнь веду. И я знаю, что за моей спиной часто шепчутся, говорят, что там, вот она неправильно делает, мусульманки так не себя не должны вести. И вот тогда, когда только начинали, меня больно это било. Но у меня есть подружка, сейчас она, к сожалению, уехала, она вот научила меня ставить такой блог, вот как с гуся вода, вот льют на тебя, а она пусть текает и не оставляет ничего мокрого даже на себе. Поэтому вот к моменту ведения блога я уже была абсолютно такая, у меня был такой иммунитет. Прокаченная такая. Да, да, я уже такая была железная леди. Писали что-то, я вот даже сейчас не удаляю комментарии. Особенно если пишут личное мнение по поводу меня, я не удаляю, потому что это мнение имеет место быть. Единственное, что я стараюсь отслеживать, это когда оскорбляют мою религию, не меня лично, мне все равно. И когда оскорбляют Всевышнего, когда там говорят, что нехорошее, или, например, нашего пророка. Тогда я стараюсь фильтровать эти комментарии, хотя сейчас это абсолютно сложно делать. А на негативные комментарии я спокойно реагирую. То есть пусть будут. Потому что это мнение людей. Кто-то, например, выливает таким образом свой негатив, такие тоже бывают. Разряжаются, да? Да, да, абсолютно верно. Они просто разряжаются. Пускай, если им нужно это, я готова предоставить им площадку, пусть они вот изливаются. Но меня больше радует то, что я, например, что в Инстаграме, у меня вот друзья смеются, говорят, что бы ты ни выложила, обязательно будет спор. Я выложу, кто-нибудь заметит какой-нибудь стакан и подумает, что это рюмка, и начнет говорить, у тебя рюмка на столе. Кто-то начнет говорить, зачем ты локти на стол поставила. А правда ли в чашке кофе кофе? Да, да, да. То есть и друзья постоянно смеются надо мной, что что бы ты ни выложил, даже если ты выложишь палец, обязательно начнется спор. Я не удаляю, потому что пусть это будет, но при этом я еще и не реагирую, не даю какую-то реакцию. Следующий вопрос такой, про популярность. Вот как ты восприняла свою собственную популярность и как она изменила свою жизнь? Вообще, вот когда мне говорят про популярность, я вот честно клянусь, я не чувствую, не осознаю себя популярной и не считаю себя популярной. Вот. Единственное, конечно, у меня такой произошел вот такой щелчок, но я думаю, ну Саратов, он небольшой город, как бы все друг друга знают. Может быть, там видели меня люди какие-то в интернете, там бывает то, что там, а, там такие сразу реакции, типа смотри, смотри, там шепчутся. Но когда я поехала в Москву, и в Москве начали узнавать, вот тогда я поняла, что я что-то неправильно думаю, видимо, что-то происходит, видимо, она идет, эта популярность. Но я стараюсь о ней не думать, ее не осознавать, потому что я не хочу вот это вот... Есть же такая вещь, даже в христианстве есть, не сотвори себе кумира. Я не хочу, чтобы кто-то фанател, опять же, в слово фан. От меня я хочу, чтобы я была просто такой подругой, YouTube-подругой для людей или рассказчиком, но ни в коем случае не каким-то там кумиром и ни в коем случае, чтобы у меня не было там армии фанатов. Пусть у меня будут множество друзей. Необычайная мудрая девушка сегодня у нас в гостях. Айдан, скажи, на что ты снимаешь и как ты делаешь свой блог? Сейчас у меня на самом деле беда с этим, потому что у меня сгорел компьютер. Я до этого монтировала на нем или же просила друзей. Первое время я вообще... Первые видео это вообще не я монтировала, потому что я просто не умела. Сейчас я просто снимаю на телефон. Как ты это делаешь? Давайте, кстати, снимем. Давай. Мы не против? Мы только за. Друзья, впервые в прямом эфире телеканал «Саратов-24» мы снимаем видеоблог. Как это обычно выглядит? Айдан, покажи. Обычно выглядит так. Всем привет! Меня зовут Айдан, и это блог «Мусульманки». И сегодня мы с вами находимся в студии «Саратов-24», утреннее шоу «Автопилот», со мной милые, самые прекрасные... Сергей Гришнов и Юлия Астахова. Очень милые ведущие. И вы попали прямо в прямой эфир, вы можете помахать ручкой. Вот там где-то вы находитесь. Примерно вот так это и происходит. Потом я это все отсматриваю и монтирую... Сейчас я монтирую на телефоне. То есть действительно можно выпускать хорошие видеоблоги, качественные, используя один гаджет? Один гаджет и вдохновение? Ну да, безусловно. Я сама считаю, что это недостаточно хорошее, качественное. Но я каждый раз выкладываю и каждый раз спрашиваю, ну что, хорошее было? Качество хорошее? И мне обычно пишут, да-да, мы даже не поняли, что ты на телефон смотришь. Мы даже, если бы ты не сказал, мы бы даже не поняли, что ты не на компе это монтировала. Поэтому вот сейчас один гаджет. Все. Абсолютно. Нет никаких границ, чтобы заявить этому миру что-то очень важное. Не упускайте эту возможность. У нас остается буквально одна минута. Очень хотелось бы у тебя спросить, как к твоему увлечению и к твоему блогу относятся твои родные и близкие? Мои родные и близкие только недавно начали осознавать, что они настолько привыкли, что я чем-то занимаюсь, что просто я спрашиваю, вы смотрели мой блог? А, блог? Нет, кажется. Я говорю, вы издевайтесь, говорю, 10 тысяч человек смотрят, там, ну, 10 тысяч просмотров. А вы, говорю, рядом со мной сидите, не смотрите. То есть они вот привыкли к тому, что я обязательно, ой, какая-нибудь уйдан движуха опять. Вот что-то она делает. Они постоянно надо мной издеваются, что ты опять занята, наверное, да? Что ты делаешь? То есть вот нет, запретов не было абсолютно. Все положительно относятся, все рады. Ну, а видят твои выпуски не первыми. Не первыми, абсолютно. То есть премьера семейной не случается сначала видеть. Ну, у них есть уникальная возможность в режиме реального времени, без всяких камер, монтажа наблюдать. Понимаете, героини нашу. Что-то не, конечно же. Да. Спасибо большое, Эдан, что пришла сегодня утром к нам в гости. Мне кажется, что это был вдохновляющий эфир для тех, кто мечтает стать видеоблогером. Спасибо большое. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь на телеканале «Саратова-24». Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был видеоблогер, ведущий и корреспондент мусульманского телеканала «Нур-ТВ» Айдан Мамедова. Мы вернемся к вам после рекламы. Программа «Автопилот» вам, друзья, по-прежнему верный спутник. Прямо сейчас будем говорить о пробках и о погоде. Вот начнем с затруднения на дорогах, а потом я у моего соведущего Сергея Гришнова переманиваю эстафетную палочку и продолжу. Да, друзья, самое время представить вам пробки, которые случились к этому часу в нашем городе. 8.34 и сервис «Яндекс.Пробки» говорит нам, что 5 баллов загружены из дорог в нашем любимом и необъятном. Посмотрим, где и как вам сегодня ехать или не ехать совершенно. Итак, проспект энтузиастов, выезд из заводского района. Классика жанра. Кольцо стадиона «Волга» и до середины «Ардженкидзе» пробка. Новоастраханское шоссе едет без проблем. Чернышевского около «Кристалла» скорость движения снижается до 20 километров. Далее все без проблем до Родищева. На Родищева также небольшое снижение скорости. Мчим дальше по Чернышевскому. Подъезжаем к предмостовой площади. И там и по Чернышевскому, и на предмостовой пробка. Ехать непросто, Юля. Ой, непросто. Зато мост Саратов-Энгельс в Энгельс едет без проблем. А вот из Энгельса выехать, кажется, еще сложнее, чем из Саратова. Потому что лесозаводская на пересечении с Трудовой. Стоит пробка. Скорость движения здесь не более 4 километров в час. Далее лесозаводская до моста 20 километров. И... Как это место называется? Ты рукой пытаешься нащупаться, как экстрасенс? Да, я пытаюсь показать вам, друзья. И далее мост будет ехать со скоростью 20 километров в час практически весь по направлению к Саратову. Ось-Курдемская шоссе. Посмотрим на Молжский район. Сразу после улицы Продовая по Ось-Курдемскому начинается пробка вплоть до Кольца Строительного рынка. Скорость движения потока не более 7 километров в час. Дальше, после Кольца Строительного рынка, аэропорт во все направления едет без проблем. Навашина, танкистов, этот перекресток, как обычно, загружен. Причем довольно-таки сильно и по танкистам, и по Навашину во всех направлениях. Выезд из Ленинского района. Проспект строителей на подъезде к Кольцу НИИ стоит пробка. По Московскому шоссе также стоит пробка. Далее по Шихурдзина будете ехать с скоростью 20 километров в час. Встречное движение свободное. Кстати, и Соколовая тоже полностью свободна, так что не расстраивайтесь. Шихурдзина проедете, мчите без проблем. Проспект 50 лет Октября. Друзья, до Тау-галереи все в порядке, можно ехать без проблем. А вот после нее начинается уже затруднение. 25 километров в час, а на Первой дачной так и вовсе 5 километров. На Стрелке, кстати, до Мурманского проезда тоже все стоит. Встречное направление до Первой дачной от Сенового рынка загружено. Центр города. Ну что, друзья, дождались. На Чапаево авария на улице около Локомотива. Их там просто так много, и они все разукрашены красным цветом, что я даже не знаю, на какой именно остановиться. Пробки везде в том районе. Ну и авария там тоже произошла. На Степана Разина ремонтные работы идут. Вот я, кстати, удивлен, но Соколова из танкистов сейчас более-менее свободна. Вполне возможно, что там сняли ограничения движения, и уже можно ехать во всех направлениях. Танкистов простаивает. Астраханская от Сенового рынка и вплоть практически до Московской улицы красным цветом отмечена. Ну вот, в общем-то, и все пробки к этому часу. Надеемся, вы доберетесь до работы вовремя и не потеряете драгоценнейшие ваши минуты. А Юлия Астахова сейчас представит последнюю достоверную сводку от гидрометеорологов. Вы знаете, настоящий подарок для нас в эту пятницу и в предстоящие выходные. Ну, поговорим подробнее о сегодняшней погоде в Саратове-Энгельсе. Переменная облачность, друзья. Синоптики не обещают дождей. Не разверглись слями небесными. Но это ли не радостная новость? Ветер дует западной скоростью в 2 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха составит плюс 14 градусов, а это на 2 градуса больше, чем вчера. А вечером плюс 9. Вот такая погода ожидает нас сегодня. Я бы на вашем месте все равно взяла с собой зонтик. Все-таки осень, она непредсказуема. Но давайте все-таки верить в хорошее солнце. Лето, конечно, мы не призовем. Самое настоящее тепло на Волге позагорать не удастся. Но вот, по крайней мере, без дождя день провести. Это все в наших силах, если будем думать о хорошем. Ну и отложить покупку шубы буквально на пару дней. Ну это тоже неплохо. А кто-то откладывает покупку шубы на несколько лет. Ну вот то, что вам откладывать точно не стоит, так это создание своего идеального образа. И если раньше вы думали о том, чтобы выглядеть как голливудская звезда, нужно потратить баснословное количество денег, так вот вы очень сильно ошибались. Есть сеть магазинов «Планета Секонд Хенд», которая предоставляет возможность вам за довольно-таки смешные деньги получить настоящий голливудский лук. Ну а мы, друзья, вместе с Алиной Ковалевой, в смысле мы телеканал «Саратов-24», с Алиной Ковалевой и сетью магазинов «Планета Секонд Хенд» даже запустили специальную рубрику. Давайте посмотрим рубрику, а потом разыграем подарок. Какой и как его получить, еще расскажем. Всем привет, с вами стилист Алина Ковалева, и сегодня мы находимся в «Планете Секонд Хенд» на улице Астраханской. Я хочу показать вам ассортимент, который представлен здесь, ведь в преддверии осени и холодов нам так хочется обновить свой гардероб чем-то новеньким и интересным. Ну какой же гардероб без джинсов? И здесь их представлено огромное количество. Например, классический синий деним, абсолютно разные размеры. Если вы хотите джинсы другого цвета, то, например, можно выбрать вот этого болотного, либо темно-коричневого с эффектом кожи, либо, если вы хотите какую-то другую фактуру, здесь есть велюровые брюки. Для вечернего мероприятия здесь представлены какие-то интересные коктейльные платья. Например, вот это все в блестках, в пайетках, но в то же время оно достаточно лаконичное, чтобы выйти в нем куда-то на какое-то торжество. Либо мы можем обратить свое внимание на жакеты. Вот посмотрите, вот этот синий электрик с крупными пуговицами. Достаточно интересная модель. Еще здесь есть, например, вот такой бордовый с рюшами. Рюши сейчас тоже такой достаточно яркий тренд. Основой образа, который я хочу предложить, стало вот это вот необычное пальто, такого жирафового принта. Очень красивый, благородный коричневый оттенок. Сюда я хочу добавить вот эти металлизированные брюки с золотым отливом. Все будет смотреться в одной гамме. Ну и чтобы разбавить такие достаточно сложные вещи, мы берем просто белую рубашку и все это надеваем вместе. Сейчас покажу, как. Мне очень нравится это пальто. Оно очень яркое, эффектное. И я уверена, что в нем невозможно не остаться незамеченной. И эти металлические брюки тоже очень эффектные. Золотой отлив придает ему какую-то интересную фактуру. Все эти вещи я нашла в планете Second Hand на улице Астраханской. С вами была стиля Сталина Ковалева. Пока-пока. Осень не повод отказываться от ярких цветов в одежде. Даже наоборот, достойная причина поэкспериментировать. И если вы планируете обновить свой гардероб без ущерба бюджету, обратите внимание на сезонную коллекцию сети магазинов Планета Second Hand. Яркие пулловеры, удобные джинсы, стильные парки и практичные ветровки. Здесь вы найдете все, что будет вам так необходимо в изменчивую осеннюю погоду. Благодаря доступным ценам сети магазинов Планеты Second Hand вы сможете позволить себе одежду от известных марок. К тому же, шоппинг в сети магазинов Планеты Second Hand – это всегда уникальная история. Ведь свой выбор вы можете остановить на одежде, только что сошедшей с подиумов, эксклюзивном винтаже или практичном минимализме от демократичных марок. Для любителей активного образа жизни здесь найдется множество спортивных моделей. А для тех, кто хочет обустроить свое жилище – уютный, красивый, а главное – качественный текстиль. Более того, сеть магазинов Планеты Second Hand приготовила целый отдел для самых маленьких. Если вы устали от продолжительных походов по сетевым магазинам, больше не можете тратить свое время и силы на торговые центры, Планета Second Hand – идеальное решение для вас и вашей семьи. Вот такие секреты моды и стиля рассказала Алина Ковалева, и побывала она в сети магазинов Планеты Second Hand. Ну а вы, друзья, также можете пополнить свой гардероб потрясающим луком, если сейчас позвоните нам по номеру 54-30-30. И ответите, друзья, на несложный вопрос. А с вас правильный ответ, с нас и с магазином Планеты Second Hand, Алина Ковалева и мы, телеканал «Саратов-24», вручим вам вот такой вот сюрприз-сертификат номиналом в 500 рублей. Я вам предлагаю уже сейчас звонить нам 54-30-30. Вопрос следующий, друзья. Как называется головной убор, который крепится к вороту одежды? Причем, знаете, иногда он не крепится, а он слит. Ну то есть ты не можешь от него отказаться в случае чего. Прям вот ворот, вот головной прибор. Ну прям уж совсем подсказал. Вообще, этот головной убор, который вот к вороту пристегивается, он является... Продолжением одежды. Нет, предметом, о котором говорится в одной из очень известных скороговорок, например. Кукушка. Да, не продолжай. В общем, подсказывать массово получилось. Хорошо, друзья, ждем ваших звонков 54-30-30. Если ответите правильно, то вам достанется подарочный сертификат номиналом 500 рублей. Редактор подсказывает, что у нас уже есть звонок. Алло, алло, алло. Алло, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В данном случае лучше не шептать. Доброе утро. Нет, нас не слышат. Слышат нас, не слышат? Скажите имя. Имя, сестра, имя. Алло, здравствуйте, мне зовут Екатерина. Ирина, здравствуйте. Ирина? Да. Рада вас слышать у нас в прямом эфире. Наконец-то мы до вас докричали, если вы нас услышали. Ну что, знаете правильный ответ? Что же за головной убор-то такой к воротнику крепится? Который крепится, да. И это капюшон. Правильно. А скороговорку знаете про капюшон? Ее даже мы не знаем. Не знаете? Как капюшон, и он смешон. В общем, это не важно. У вас от всей души. Поздравляем, сертификат номиналом 500 рублей достается именно вам. Спасибо, что вы с нами смотрите программу Автопилот. Кому будут ваши приветы и с кем на шопинг отправитесь? Ты намеренно, да, продолжаешь? Я хочу общения этим утром. Ну что ж, ладно, оставайтесь на линии. Просто два слова. Ирина, капюшон. Мне мало этого. Друзья, у нас сейчас астрологический вопрос от Марии Билат будет. А мы напомним, что подарочные сертификаты в сеть магазинов Планета Секонд Хенд разыгрываем каждое утро в Автопилоте. Смотрите программу Автопилот. Участвуйте в розыгрыше. Доброе утро. Каждый день на мою почту приходит множество вопросов от вас. Я выбираю самые интересные и отвечаю на них. Сегодня будет вопрос от Александра. Александра пишет. Подскажите, можно ли определить направление развития для пятилетнего ребенка? И что делать, если ребенку нравится рисовать, а по прогнозу ему нужно заниматься спортом? Александра, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно знать дату, место и время рождения ребенка. Предположим, что в вашей ситуации все так, как вы описали. Это означает, что при занятиях спортом нужно учесть или добавить творческую составляющую. Например, художественная гимнастика может подойти, но никаких единоборств. То есть в такой ситуации в спорте нужно исключить жесткие рамки и добавить немного творчества. Еще раз повторю, что без точных дат, описанные мною, это просто пример. Напишите свои точные данные на мою почту, и я помогу вам ответить точнее. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Всем привет и рады, что вы начинаете этот день вместе с нами. Ну, мы по традиции представимся. Сергей Гришнов, Юлия Астахова. Мы от всей души желаем вам доброго утра. И, друзья, мы делились на протяжении всей этой программы событиями, новостями, интересными рубриками. И хотим с вами поделиться еще одним очень важным событием. Уже завтра отмечает свой первый год существования. Торговый центр, торгово-развлекательный центр «Тао-галерея». И, друзья, знаете, это уже не тот момент, когда малыш только пошел. Это уже широкой поступью шагая идет «Тао-галерея» по нашему городу. Ну и, естественно, дарит массу положительных эмоций, улыбок и самый выгодно интересный шопинг, как заявляют все, кто там бывали. И, естественно, «Тао-галерея» является таким местом притяжения у всех жителей Ленинского района, да и не только. Уже, в принципе, из центра города и заводского многие приезжают в «Тао-галерею» на шопинг и на развлечение. Так вот, завтра будет особенный повод. Буквально с самого открытия и до вечера будет просто марафон подарков, призов, розыгрышей и различных активностей. Не пропустите ни в коем случае это мероприятие. Ну а сейчас Маша Карманова отправилась в «Тао-галерею» для того, чтобы поговорить с создателями этого грандиозного проекта. Маша, снова привет. Рассказывай, как у тебя дела. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Максим Владимирович. Шаргово-развлекательный центр «Тао» – это очень большой такой магазин, который соединяет в себе огромное количество самых разных арендаторов. Как подбираете вы этих арендаторов? Как стараетесь саратовцам угодить? Чем продиктован обычно ваш выбор? На данный момент хочу сказать, что процесс подбора арендаторов практически закончен. На данный момент мы имеем 98% заполняемость торгового центра. И поэтому, я думаю, следует вернуться к тому, как эта работа проводилась на стадии разработки проекта, его реализации, потому что основное движение и основные, скажем так, сделки, они завершались гораздо раньше, чем торговый центр открылся, естественно. И в своей работе мы, прежде всего, ориентировались на качество тех брендов, которые представлены в торговом центре, на их новизну. Поэтому, как и любой другой новый проект, появляющийся в городе, мы хотели привезти те бренды, которых в городе нет. И, на мой взгляд, у нас это получилось достаточно хорошо. Впервые в городе появился такой магазин, как Катон, турецкий бренд, LTV Kiki, Randevu, New Balance. Ашан в нашем торговом центре представлен в своем новом обдавленном формате Ашан-Сити с кассами самообслуживания. Многие федеральные российские бренды, такие как Gloria Jeans, Твое, представили свои новые улучшенные форматы. Поэтому весь вот пул арендаторов, который в итоге был представлен, он, даже если это марка, которая уже известна, да, и которая была представлена в городе, она со своим нашим клиентом была представлена в неком новом виде, модернизированном и более современном. И в дальнейшем, я думаю, стратегия наша будет такова, что мы будем стараться, и та архитектура, которая у нас есть, и почты, которые, кстати, нам это позволяют, привлекать самые известные, самые современные торговые марки. Арендаторы, которые у вас есть, я так понимаю, что влияют и на посещаемость торгового центра. Кроме того, что ТАУ – самый большой торговый центр в Саратове, какова его посещаемость? Ну, с момента открытия она была разная, и мы постоянно видели повышающуюся динамику от месяца к месяцу. Чем больше саратовцы узнавали о торговом центре, тем больше они посещали. Они передавали своим знакомым о том, какой он. То есть эффект сарафанного радио очень хорошо работал. На данный момент мы фиксируем от 25 до 35 тысяч посещений в день. ТАУ-галерея старается особенным образом выстраивать свои взаимоотношения с своими покупателями. Ну, здесь, наверное, нужно обязательно сказать о том, что у ТАУ есть свой собственный хэштег, который с удовольствием ставят все посетители, все лучшие в ТАУ. Какие еще есть механизмы? Почему вообще такое внимание вы обращаете на каждого конкретного посетителя и на соцсети в общем? Вы знаете, современный мир очень быстротечен, очень быстро бежит время, нам его всегда не хватает. И все больше и больше мы видим тренд на то, запрос от людей на качественное проведение своего свободного времени. Разрабатывая концепцию торгового центра, его маркетинговую стратегию в том числе, мы за основу брали именно этот тренд, чтобы люди качественно могли провести свое свободное время. И поэтому ТАУ-галерея – это не только шоппинг, это не только покупки, это еще и эмоции. А эмоции мы можем создавать через подобного рода инструменты, как социальные сети, как широкая маркетинговая такая достаточно программа. И, наверное, еще и городское пространство, потому что ТАУ-галерея – это не только какое-то помещение, которое можно оценить с точки зрения магазинов, но это еще и какое-то пространство на улице, правильно? Здесь не бывает мелочей, на самом деле, вы абсолютно правы, потому что с момента, как человек подъезжает к торговому центру и до момента, как он оттуда выходит, он должен получать максимально комфортную и хорошую услугу для себя. Вот из этого мы исходим, когда определяем те мероприятия и тот уровень сервиса, который мы хотим организовать для наших клиентов. И тут все важно. И как объект вписан в городскую среду, как удобно к нему подъехать, как его встретить на парковке, как его встретить в самом торговом центре. Мы очень чутко реагируем на те вопросы, иногда даже критику от наших клиентов и стараемся на всю эту критику реагировать должным образом, минимизируя те моменты, может быть, даже негативные, которые у нас есть и усиливая те позитивные вещи, которые у нас изначально заложены в нашей стратегии. И параллельно, конечно, мы стараемся те вещи, которые, может быть, мы где-то не успели, додумать на предпроекте и сделать сейчас и усилить таким образом наши сильные стороны. Тау-галерей сегодня год. Какие планы на следующий год? Или, может быть, даже на десятилетие, знаю, ваш основательный подход к делу? В краткосрочной перспективе, безусловно, мы будем делать упор на продвижение Тау как нового модного места в этом городе. Это различные шоу, различная активность в разных сегментах. Мы будем стараться делать так, чтобы Тау было интересно как можно большему количеству людей. Если говорить о долгосрочной перспективе, то это, безусловно, дальнейшее развитие территории, вписывание грамотное в городскую среду, впоследствии чего и городская среда должна становиться гораздо лучше и интереснее. Ну и что будет касаться такого стратегического развития, я это оставлю в секрете. Пусть это будет приятным сюрпризом для саратовцев, как и стал сам торговый центр Тау-галерей. Ну, в общем, мы будем следить за вашим развитием и дальше. Думаю, что о Тау-галерее наши зрители будут узнавать часто. Спасибо вам большое, Максим Владимирович. Спасибо. Коллеги, вам слово. Спасибо большое Маше. Друзья, завтра увидимся в Тау-галерее. Ну что ж, а у нас остается несколько минут для того, чтобы мы с вами поделились цитатами, цифрами и роликами сегодняшнего дня. Начнем, пожалуй, с цитаты дня. Учиться, учиться и еще раз учиться. Две цитаты в одной решили совместить. Нет, на самом деле цитат звучит следующим образом. Учиться в медицине должны те, кто считает ее своим призванием. Об этом заявила Наталья Мазина, первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области. Ну, а теперь переходим, друзья, к цифре дня. И что же. Она у нас сегодня такая очень-очень немаленькая. 466 миллионов 608 тысяч рублей получит Саратовская область на поддержку многодетных семей. Новость хорошая, а самое главное – денежная. Слушай, ну это совсем немало. 466 миллионов. Цифра есть? Да. Я просто даже на самом деле удивлен. Это очень хорошие новости, друзья. Мне кажется, что стоит порадоваться за нашу область и за тех, кому достанет себе материальная помощь. Ну, а теперь от радости к ролику дня. Фонтан, друзья, коммунальный бьет из-под земли. Вот он. Ну, это может быть красиво, конечно, но печально. В советское время были такие фонтанчики, из которых пить можно было. Ну, здесь можно весь город напоиться. Причем не один, наверное. Да, мне кажется, здесь… Вот, я прямо вспоминаю вот это вот джорчание. Как это мило. Ностальгия по советским временам у коммунальщиков в Саратове. Ну, что ж. А что мы выпьем стакан воды с горя? Вода. Вода. Кругом вода. Кругом вода. Жаль, что мы опять не умеем, а то могли бы вот и рубрику специальную такую сделать. Какую? Караоке от ведущих? Песенную. Друзья, мы сегодня с вами обсуждали немало новостей, немало событий. Спешим по ним сейчас пробежаться быстренько. Первая новость касалась фестиваля науки, который состоится в Саратовском государственном техническом университете. Мы вас спрашивали, хотите или не хотите. Вы отправитесь как раз-таки на этот фестиваль. Вы отвечали, что хотите. Спасибо за смски, которые присылали. Также говорили про стадион Динамо и про парашютистов, которых все Юля пыталась мне записать. Ну что ж, это тоже мероприятие нашло отлик в ваших сердцах. И вы написали о том, что нужно делать все, чтобы популяризировать спорт. Посещайте, друзья, яркие мероприятия нашего города. Будьте в курсе всех событий. У нас же должны быть с вами общие темы, на которые мы будем разговаривать. Например, уже в понедельник, когда программа «Автопилот» вновь выйдет в эфир. Ну что ж, а вот в эту последнюю минутку нашего эфира мы хотели бы еще раз поздравить всех тех, кто имеет непосредственное отношение по своей профессии к интернет-технологиям. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня Всемирный день интернета. Постите не только котиков, постите туда не только песиков, деток и мими-ми. Занимайтесь чем-то серьезным на интернет-площадках. Развитие вам, бесконечного трафика, вай-фай абсолютно в любой точке мира. Фантастика. Да, и чтобы, ну в общем, не нужно было перезагружать гаджеты, включать авиарежим и так далее, пускай интернет уже будет с вами раз и навсегда. Ну и пускай с вами раз и навсегда будут два ближайших выходных, проведите их как следует. В эту пятницу тоже распоясайтесь уже наконец-то, отрывайтесь по полной программе. Завтра, напоминаем, утром встретимся с вами в Тау-галерее для того, чтобы отпраздновать день рождения этой Тау-галереи. И что? Как что? Съесть торт, задать свечи, посмотреть самое настоящее фееричное шоу. В общем, друзья, до встречи в Тау и на телеканале Саратов-20. Хорошего вам дня, отличного настроения. Далее программа Саратов сегодня, после чего выйдет документальный проект. Какой вы знаете сразу после выпуска новостей. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. Хорошего дня.